Уважаемые коллеги, добрый день! Добро пожаловать на наш второй семинар по анализу транскриптома немодельного объекта на примере РЖИ. И сегодня нам нужно будет поговорить уже о подготовке полученных нами ранее прочтений к сборке. Если мы вернемся к конвейеру, о котором мы говорили на прошлом занятии в общих чертах, то нам нужно будет обсудить вот эту вот первую часть этого конвейера. Именно анализ сырых прочтений и их предобработку. Удаление плохих прочтений, какой-то дополнительный анализ, который может быть проведен для, скажем, удаления контоминации, если очень много и так далее. Для чего нам все это нужно делать? Дело в том, что если у вас будет плохого качества исходная часть, исходные данные, то программа, которая будет собирать эти прочтения уже в сборку, естественно, не сможет их правильно расположить. Ну и качество сборки сильно пострадает. Какие проблемы могут возникать и как с ними бороться? Ну, наиболее частые проблемы – это какие-то отдельные ошибки. На самом деле, в принципе, секвенатор не может сказать, когда он ошибается. Он может сказать лишь вероятность, с которой буква, которую он присвоил в данный момент, может являться ложной. И вот эта вот оценка качества может использоваться для того, чтобы понять, где в нашем сыром прочтении есть какая-то проблема. Как можно решать эти проблемы? Ну, во-первых, можно просто удалить прочтение сырые, в которых много ошибок. С другой стороны, если эти ошибки в начале или в конце только присутствуют, то, в принципе, можно делать так называемую обрезку этого фрагмента по концам спереди или сзади, для того, чтобы сохранить все-таки какую-то часть, которая простена с достаточно хорошим качеством. Ну, тут надо отметить одну неприятную особенность. Программы, которые я сейчас использую для сборки – это уже программы с использованием графов. Ну, так быстрее, на самом деле, можно это сделать. И за разумное время, с разумным количеством ресурсов. И они очень сильно чувствительны к отдельным таким вот ошибкам. Каждая такая ошибка создает новый граф, ну, и, соответственно, увеличивает как минимум время обработки данных, ну, а как максимум качество, которое получится. Поэтому, конечно, такую обрезку нужно будет производить. Куски, где буквы А, Г, Т, С заменены на Н, так называемые поли-Н участки. Это когда качество было настолько низким, что программа, которая в секвенаторе стоит, и которая пыталась отнести полученные данные к какой-то букве, не смогла это сделать. Здесь тоже есть проблема. На самом деле, большинство программ для сборки не могут работать вот с такой вот буквой, потому что кодируется это обычно двумя битами, ну, соответственно, 4 возможных варианта А, Г, Т, С. И с Н, ну, не совсем понятно, как таким программам обходиться. Поэтому, конечно, если есть большие участки, для которых качество не просто плохое, а не может быть присвоено соответствующую букву, соответственно, нуклеотид, они, конечно, должны быть удалены. Ну, и еще одна проблема, если у нас будут качественные участки, но очень маленького размера. Предположим, у нас было прочтение, качество у него было очень плохое, и вот небольшой только участок, но очень качественный у нас остался. Дело в том, что короткие участки нам вряд ли помогут в дальнейшем, если они будут очень короткие, скажем, там, например, 30 пар нуклеотидов. Но они будут нам мешать, отнимая ресурсы программы для сборки, может, их нужно будет обсчитывать. И, в общем-то, от очень коротких, хотя и качественных, участков тоже имеет смысл избавляться. Следующие проблемы, которые могут быть, это повторяющиеся участки. В данном случае я не говорю о геномных данных, где повторы могут быть и с биологической точки зрения, в общем-то, действительно присутствовать там. А так как мы говорим о транскриптоме, то, конечно же, для транскриптома, в принципе, так как мы использовали Riba-подготовку, мы только Riba-сомальную РНК убрали, мог быть поле А-участки. Ну и если у нас будет обратное Reverse Trend, то, соответственно, еще поле Т-участки. Понятно, что если у нас к нашему кодирующему участку есть вот этот поле А-кусок, то он нам будет сильно мешать, в связи с тем, что у нас может оказаться много совершенно разных транскриптов, давайте я их даже нарисую разным цветом, у которых этот поле А-участок присутствует. И программа для сборки будет пытаться эти участки каким-то образом сопоставить. Согласитесь, когда такой участок достаточно большой однозначно совпадает, она может собрать нам неправильно наши сырые чтения в уже транскрипты. И поэтому нам, конечно, желательно от этих частей избавиться. Понятно, если мы говорим с вами о обратной последовательности, то это будет поле Т-участки, тоже от них нужно будет избавиться. Ну и одна еще особенность, о которой я поговорю чуть позже, на новых секвенаторах, в частности на новосеке, используется так называемое двухцветовое решение. И если нет никакого сигнала от точки, считает, что это буква G. И, соответственно, возможно, что такие поле G-участки, это всего лишь какой-то участок, который наш секвенатор просто не смог прочесть. Не знаю, флорохром, например, начал выцветать, или реакция дальше не прошла, или еще какие-то возможные сложности. Но, соответственно, секвенатор не сразу разберется с этой проблемой. И некоторое время у нас будут добавляться на каждом цикле эти буквы G, поле G-участки. Но это только на новых некоторых секвенаторах, в частности на новосеке. Кроме этого, мы с вами поговорим немножко о том, откуда берутся в чистом, хорошем, на самом деле, исходном материале адаптеры для секвенирования. Ну, откуда могут взяться праймеры, димеры праймеров, понятно. И нам тоже нужно от них очиститься, потому что адаптеры у нас пришиваются ко всем последовательностям, которые мы хотим читать. И если у нас есть какая-то наша последовательность, предположим, которой пришит адаптер, и который прочитался, у нас есть какая-то вторая последовательность, которая тоже, казалось, пришит адаптер, и он прочитался, то у программы, которой будет заниматься сборкой, возникнет та же самая проблема. Два совершенно одинаковых участка. Ну, после них, соответственно, немножечко различающийся или сильно различающийся участок. И вот это вот будет ей очень сильно мешать для того, чтобы собрать уже качественный транскрипт отдельно номер 1 и номер 2. Поэтому нам нужно будет избавиться от этого или хотя бы проверить, что у нас достаточно малое количество адаптеров. Ну и еще одна сложность, которую, конечно, на первом этапе мы не сможем полностью убрать, но ее можно оценить по соотношению ГЦ к АТ, например, это материалы других, особенно близких видов. Если у нас есть, например, два близких вида, то многие белки у них более-менее похожи. Ну и, соответственно, на уровне нуклеативных последовательностей тоже могут быть очень похожие участки. Если у нас два транскрипта, один от одного вида, другой от другого, но с очень похожим нуклеативным набором, очень похожей последовательностью, то, несмотря на то, что в них есть различия, программа для сборки может их объединить и сделать нам нечто среднее из них. Или, если есть какой-то домен повторяющийся, он может быть представлен какому-то уже имеющемуся транскрипту из интересующего нас вида. То есть в идеале нам хотя бы вначале оценить, есть ли у нас возможность такой контоминации, в идеале ее найти и вычесть, для того, чтобы сборка наша была более хорошей. Кроме того, если мы будем говорить в дальнейшем о анализе экспрессии, то, конечно же, при расчете мы будем смотреть, сколько у нас транскриптов, наших целевых, на какое-то количество транскриптов всего. Например, на миллион транскриптов наиболее часто сейчас используемый это транскрипт per million TPM. И если у нас большое количество, скажем, 20% контоминации в одном из образцов, а в другом образце у нас эти контоминации нет, то понятно, что при пересчете одного и того же количества исходного нашего интересующего целевого транскрипта на миллион, у нас уже будет весьма значительная разница, которая возникла просто за счет того, что один образец был контоминирован, другой был без контоминации. Поэтому, естественно, это тоже нас интересует. Ну и прежде чем мы перейдем к самой программке FastQC и о том, как интерпретировать ее результаты, буквально в двух словах несколько понятий, которые нам пригодятся. Проточный чип, который используется для некоторых сигнадров Illumina, выглядит примерно таким образом. Как вы видите, здесь есть отдельные ячейки. Для каждой ячейки есть отверстие, через которое подается и забирается жидкость. Ну и на самом деле сигнадр представляет из себя такой плохенький флюоресцентный микроскоп. Так как реакция происходит на стеклах этой ячейки, причем иногда на нижнем и на верхнем, еще перефокусироваться нужно, то снять полностью всю вот эту вот часть в виде одного поля зрения этот микроскоп не может. Поэтому он снимает ее частями. Либо на некоторых машинах там действительно стоит камера, которая снимает кусок поля зрения, либо в современных машинах используется так называемая линейная камера, которая в каждый момент времени видит только одну строчку изображения, а сам по себе чип двигается. И за счет этого, каждый раз двигая чип, мы получаем вот такое построечное изображение. И вот одна такая дорожка, вот здесь они видны, вот такая дорожка, она называется тайлом. И нам удобно то, что ее номер в получившемся файле fastq, он достаточно хорошо определен. То есть мы можем по номеру сказать, какому из тайлов принадлежала та или иная последовательность, которую мы с вами получили, сырая последовательность. Что здесь возможно? Ну, во-первых, особенно для новосеков новых, характерна такая неприятность, как, например, пузырьки. Понятно, что если будет пузырек воздуха, то он может вызвать ухудшение качества прочтений. Понятно, что там, где есть пузырек, там нет возможности нормально дойти веществам необходимым для нашей секвенирующей реакции. Плюс пузырек еще может двигаться. Может быть, какая-то грязь на ячейке. Может быть, что при формировании кластеров, об этом чуть-чуть дальше мы тоже поговорим, где-то очень высокая плотность. Ну, в общем, возможно, проблема. Но есть проблемы, которые могут захватывать всю проточную ячейку. А есть проблемы, которые могут захватывать, как видите, вот здесь вот отдельные, на самом деле, тайлы на этой ячейке. И здесь представлена картинка, где в виде цветовой шкалы это качество от самого плохого до, условно говоря, какого-то хорошего. И видно, что есть участки, где это качество падает, они соответствуют именно определенным тайлам. На самом деле, там и расчет идет именно по тайлам. Значит, если мы теперь возьмем нашу программку FastQC, и если мы ее попробуем использовать с полученными не очень качественными данными, здесь, к сожалению, не рожь, это данные, полученные с человека, но для иллюстрации не очень хорошего секвенса они подходят очень хорошо. Посмотрите, первый график, который нам дает программка FastQC, это качество прочтений на каждом цикле. То есть, вот этот цикл, первый, второй, третий и так далее. Здесь качество в специальных единицах. На самом деле, качество 10 в этих единицах, это означает, что 10 из 100 букв могут быть неверными. Качество 20, 1 из 100, то, что неверно, вероятность ошибки. В случае 30, это 1 из 1000, в случае 40, это 1 из 10 тысяч. Понятно, что нам бы хотелось, конечно, иметь качество ближе к 40. Но посмотрите, как качество может меняться в зависимости от цикла, на котором все это происходит. К концу очень часто качество падает, и здесь мы рассмотрим, на самом деле, где это происходит, и что мы с этим можем сделать. Потому что такие данные, сыры, если мы будем использовать сразу же для сборки, скорее всего, не дадут нам хорошего полученного уже транскриптового результата. Давайте посмотрим теперь на картинку, где у нас вот по этой оси отложены тайлы, те самые дорожки. По этой оси отложены циклы, и мы увидим, что в конце тут происходит что-то интересное. И на самом деле падает общее качество, где-то начиная с 135 цикла. Кроме того, действительно есть тайлы, которые, скажем так, имеют еще низкое качество. Какие-то временно, какие-то в начале, какие-то в конце, поэтому можно, например, для некоторых из них отрезать заднюю часть, чтобы сохранить качество нормально. Но давайте посмотрим теперь еще на один график, который программа FastCodeC нам дает. А именно, соотношение в процентах для каждой буквы. Вот здесь у нас A, C, G, T, например. И мы видим, что здесь для одной из букв на этих циклах происходит что-то интересное. Здесь частота встречаемости каждой буквы, здесь циклы. И начинается с 135 цикла для буковки А. Здесь зеленым цветом происходит что-то интересное. Она просто у нас пропадает из прочтений. Много чего может быть. Например, реактив мог закончиться, пузырек попасться. Потому что, в принципе, такое тоже возможно. Но, как минимум, данные после этого цикла использовать, понятно, нельзя. То есть, чтобы мы теперь могли эти данные использовать для получения более-менее качественного транскриптома, нам необходимо с ними сделать несколько вещей. Во-первых, начиная с 35 цикла, все отрезать. Ничего хорошего здесь нет. Во-вторых, вот для этих участков, где качество падает, нужно будет посмотреть, оставлять их или убирать. Ну, и в-третьих, если после такого обрезания по качеству у нас какие-то из прочтений окажутся слишком короткими, их нужно тоже убрать из нашей работы. И в итоге, после уже обрезки по качеству, можем получить вот такую картинку. Здесь график тот же самый. Качество, напомню, что 1 к 30, ку-30 это 1 к 1000. Шанс того, что эта буква прочтена неверно. И теперь у нас, в принципе, за эту границу, ну, только вот здесь вот есть небольшое место, где, в принципе, некоторое количество рядов переходит. Ну, это уже вполне допустимо. Давайте теперь посмотрим с вами на хорошие данные, полученные в корейской фирме MacroGen. Это уже наша рожь. И обратите внимание, даже без какой-либо обработки первичной данные очень сильно отличаются. До сотового цикла у нас не падает качество ниже 35. То есть у нас лучше, чем 1 к 1000 соотношение вероятности того, что у нас какая-то буква неправильна. Здесь мы можем увидеть, что только в одном месте один тайл имеет, ну, скажем так, чуть-чуть более низкое качество. То есть, в принципе, качество секвенирования очень высокое. И если мы теперь посмотрим на соотношение букв между собой и циклов, мы увидим, что только в самом начале, объясню, почему такое происходит, для транскриптома это совершенно нормально, у нас происходит разница. А дальше у нас на каждый цикл примерно одинаковое количество букв. Ну, понятно, что все-таки какая-то разница есть, потому что соотношение GC-AT для разных организмов разное. Но рожь, к счастью, имеет и близкое к 50 это соотношение. Поэтому, как видите, все линии идут примерно одинаково, примерно на уровне 25%. Таким образом, в принципе, можно сильно фильтрацию не использовать, но, опять же, есть некоторое количество прочтений не очень хороших. И, конечно же, после обработки, как видите, у нас данные не сильно изменились. Но, тем не менее, если сравнивать сборки, которые можно получить с сырых данных и с данных после фильтрации, можно увидеть, что они будут лучше, можем это на следующей лекции отдельно рассмотреть. Еще один тип графиков и еще одна проблема, которую можно решить. Пока мы с вами поговорили о том, что делать с ошибками самого по себе секвенирования. Да, мы поговорили о том, как мы можем посмотреть соотношение букв, мы можем посмотреть качество, мы можем его за счет фильтрации улучшить. Но что, если у нас есть биологическое загрязнение нашей пробы? Понятно, что для разных организмов есть разное соотношение ГЦ к АТ. И если, например, известно, что было секвенировано, а в данном случае был секвенирован человек, то вот такой график, который мы видим для сырых прочтений, должен сразу вызвать много вопросов. Для человека ГЦ, для генома порядка 40,9%, для староскептома около 50%. И если мы теперь зеленые линии здесь проведем 50%, видите, есть такой холмик, но дальше есть еще что-то, чего на самом деле даже больше, чем нашего материала. И программа пытается нарисовать теоретическое распределение, которое подходило под максимум синим, но оно нам не очень здесь хорошо, к сожалению, подходит. С другой стороны, если мы возьмем теперь сырые прочтения, попробуем их просто использовать для того, чтобы проверить их по базе, например, НТ или в принципе по любой другой базе, где есть таксономии, где можно посмотреть, к чему это принадлежит, можем увидеть, что есть как минимум два организма в очень большом количестве, они составляют на самом деле больше 60% всех прочтений, и действительно для них соотношение ГЦ, что для одного, что для другого, сильно сдвинуто в сторону большего соотношения по отношению к АТ. Это так называемая ГЦ, богатая бактерия. И если мы теперь сможем, программу я покажу, как это сделать, тоже покажу. Если мы теперь сможем вычесть из наших прочтений, прочтения, относящиеся абсолютно точно к этим организмам, то тот график, который мы с вами получаем, понятно, что если здесь у нас было 200 тысяч прочтений, здесь у нас осталось всего 40 тысяч прочтений, но, тем не менее, теперь соотношение АТ у нас действительно похоже на таковое для транскриптома человека. И более того, тот пик, который у нас был, здесь видите, практически ушел. Да, есть небольшое смещение в эту сторону, но понятно, что все риды мы убрать, конечно же, не сможем. Хорошо ли или плохо проводить такую фильтрацию? С одной стороны, для данной задачи это был единственный возможный вариант, потому что, в принципе, заново переделать это сигнирование было невозможно. С другой стороны, конечно же, есть участки и для человека, и для этих двух бактерий похожие. И если мы будем производить с вами фильтрацию на уровне вот таких сырых чтений, есть шанс, что вместе с вот этими нежелательными контаминантами уберется какое-то количество прочтений и нашего целевого организма. И это, конечно же, плохо. Поэтому здесь, ну, скажем так, разумный компромисс. Если вы можете сделать так, чтобы было минимальное количество контаминации, прекрасно. Если нет, ну, смотрите, насколько жестко вам все это фильтровать и что это вам даст. В некоторых случаях, если не очень большая контаминация, может быть полезно, и организмы далекие друг от друга, может быть полезно провести эту фильтрацию уже после сборки, когда у вас будут некороткие прочтения, которые могут наложиться на несколько мест, а где уже будет собранный транскрипт, имеющий большую длину, и, соответственно, наложить его на референсный участок, скажем, референсный транскриптом или даже геном, можем уже с гораздо большей достоверностью, чтобы потом его, например, при необходимости убрать. А вот что может получиться с нашим уже объектом, с рожью? Давайте тоже посмотрим. Опять же, то же самое количество прочтений, количество соотношения ГСАТ. И здесь мы видим, что, в принципе, есть что-то похожее на контаминацию, во-первых. А во-вторых, посмотрите, максимум от литературного у нас сдвинут. Причем очень интересно, максимум у нас сдвинут в сторону АТ, а вот этот вот пик в сторону ГС. Что это такое и как с ним бороться? Контоминация или это? И если это контаминация, то чем? Опять же, можем сделать очень просто. Мы можем взять, скажем, 10% всех прочтений, которые у нас были, или даже 1%, поставить у себя локально программку Blast. Или в данном случае, на самом деле, Blast очень долго будет это считать, поэтому я рекомендую, есть такая программка, которая очень с ним совместима. Называется Diamond. Она где-то, наверное, 20-30 тысяч раз быстрее. И если вы ее поставите точно так же с токсономией, вы сможете получить не просто результаты с номером белка, но и к тому, к какому организму наиболее вероятно ваше прочтение относится. И здесь действительно очень небольшое количество процентов, на самом деле около 1% относилось к АТ-богатым видам, в частности, вот к этой прекрасной тле. И если ее вычесть из наших данных, то этот наш пик сдвигается в эту сторону и становится как раз таким, как предполагается. Но это всего лишь 1%, то есть это, в принципе, не решает вопрос вот этого второго пика. Давайте посмотрим дальше. На самом деле, очень интересный момент, что для некоторых растений, в частности, однодольных, и на самом деле для некоторых простейших и некоторых животных может наблюдаться очень интересная картина. Особенно это для кодирующих участков, для атомской эптома, что если мы посмотрим с вами соотношение такой же ГЦ, посмотрите, мы с вами увидим несколько пиков. Это для кукурузы, причем здесь дана геномная и транскриптомная часть, как видите. Это для красного риса, а синим здесь дан арабидопис для сравнения. То есть мы привыкли видеть вот такое распределение, привыкли считать его нормальным. Ну вот, например, для риса вот такое распределение. Здесь, видите, несколько участков, очень сильно ГЦ богатый, и, соответственно, средний по количеству. Если же мы возьмем геном РЖИ, он, к сожалению, очень плохо отсеквенирован, сборка такая весьма плохая. На самом деле считается, что в этом году выйдет уже хороший геном РЖИ, хорошо отаннотированный, и с ним можно будет работать. Но пока у нас есть только вот такой геном с очень маленьким количеством покрытия, там порядка 30 раз всего. Тем не менее, если для этого генома постаровать вот такую же картинку, график, небольшой кусочек программки на R позволяет сделать, есть к ним готовые библиотеки, то мы опять же увидим максимум, где мы хотели его наблюдать, и посмотрите, по подножию есть вот этот вот бугородчик. Но это геном, да, здесь не только кодирующие участки, но и все остальное. И вот наши данные после того, как мы вычли оттуда вот этот несчастный 1% этой тли и нескольких грибов. И вот этот кусочек остался. В связи с этим, если мы посмотрим на то, сколько эти картинки похожи, мы можем с вами сказать, что на самом деле это не контоминация, а для многих однодольных такое распределение считается нормальным. Есть несколько теорий. Одна из теорий, что это те гены, которые, скажем, не работают в метозе. Другая теория связана с одомашниванием, поскольку у растений одомашниваемых это более сильно. Ну, в общем, на самом деле есть такой факт, который может по-разному обсуждаться. Тем не менее, график, который мы еще должны рассмотреть и обратить отдельное внимание, это все то же самое отношение букв TCAG по циклам, которые здесь есть. То есть мы уже обратили с вами внимание для первого образца человека. Вот здесь вот была такая неприятность, что после 135-го цикла произошло что-то не то, мы это отбросили. И есть вот такая странная картинка. Причем, посмотрите, она дословно повторяется, добуквенно, на обоих образцах. Давайте посмотрим с вами на буквку T. Маленькое, большое, среднее. Здесь есть такой прыжочек, опять два пика и дальше. То же самое здесь. Почему это происходит? Есть, скажем так, одно предположение. Я отошлю вас вот к этой статье. Дело в том, что при синтезе с РНК к ДНК мы используем, условно, в кавычках, случайный праймер. В наборе, который идет с иллюминой для этого, они используют кексомеры, шестичринники. И непонятно по какой причине, то ли чтобы они не перекрывались с какими-то служебными участками, не были на них похожи, то ли еще по какой-то причине, они, к сожалению, не являются полностью случайными. И если посмотреть на это распределение, а здесь, как видите, как раз где-то до шести оно так сильно идет дальше, падает, то, в принципе, вот то, что мы здесь видим, это нормально. Таким образом, если у вас будут данные необходимые для дальнейшего транскриптованного анализа в программе FastQC, несмотря на то, что она будет говорить вам про ошибку и про необходимость обратить внимание на вот это соотношение, если у вас после 12-го цикла все выровнялось и идет с таким же соотношением, как и нужно, дальше ровно, то все в порядке. Конечно же, для РЖИ очень удобно, что у нее соотношение близко к 50%, у вас может оказаться так, что, скажем, GC-богатый участок, у вас будут две такие линии, но главное, что они будут ровные. Ну и, соответственно, если это, скажем, AC-богатый, это будет AC, это будет G, AC-богатый, а это будет GC, соответственно, AC-богатый. С этим мы с вами тоже разобрались. Ну и еще нам могут мешать, кроме вот таких проблем, участки, которые имеют небольшую сложность, повторы. Опять же, не геномные повторы мы с вами сейчас говорим, мы говорим о том, что у нас может оказаться. И, в принципе, программа FastQC дает нам возможность посмотреть на некоторое количество наиболее часто встречающихся, но, опять же, для РЖИ посмотреть, насколько часто встречающихся, меньше 0,2% участков. С вот этим все понятно. Поле А, так как у нас еще было стренд-специфик секвенирования, то поле Т у нас, в принципе, быть не должно. А вот дальше есть несколько последовательностей, которые встречаются очень часто, которые наш FastQC найти не смог. С другой стороны, если мы их отбластуем, посмотрите, здесь все становится понятно. Это РНК, относящаясь к хлоропластному геному. Как я уже говорил, рожь до конца хорошо неотиквенирована, более того, хорошо неотаннотирована, поэтому здесь, конечно, первыми в поиске попадаются хлоропластные геномы других близких растений, агилопсиса того же самого. Но, тем не менее, понятно, что это хлоропластная РНК, ее много, и, в принципе, можем от нее тоже избавиться вычитанием. Конечно, тут, в общем, наберется ее порядка 1,2%, если все посмотреть, плюс еще метахондриальная, то есть где-то 3% ридов мы можем с вами убрать. И если мы хотим еще оценить содержание адаптеров, то эта же программка FastQC позволяет нам посмотреть это на этом графике. Здесь мы видим, что некоторое количество адаптеров появляется после 84-го цикла, то есть, в принципе, есть необходимость их удаления, чтобы мы могли нормально восстановить. Ну и еще один график, который, скорее всего, FastQC для транскриптомного анализа вам пометит как ошибочный, как к которому еще нужно обратить особое внимание. Это график, показывающий дупликацию ваших последовательностей. Причем, синий график это в сыром виде, красный график после дедупликации, после того, как вы их пытаетесь уже сложить друг с другом. В идеале график должен идти вот так для красного и идти здесь совсем ровно. Почему такие пики возникают? У нас есть последовательности, которые действительно встречаются часто. И действительно их будет много. Тут никуда не денешься. То есть, в принципе, для транскриптомного анализа, если вы видите вот такое, это не так страшно. Откуда же берутся вот эти адаптеры, например, о которых мы говорили? Ведь мы знаем, что по секвенированию мы их лигируем, пришиваем к нашему целевому участку. И по идее с них начинается, на нее садится праймер, с них начинается, ну на самом деле там еще баркод может быть, начинается, собственно говоря, синтез цепи и за счет чего мы, в общем-то, и секвенируем нашу целевую молекулу ДНК. Дело в том, что это все хорошо, если у нас эта вставочка большая. Например, у нас прочтение, пускай будут по 101 букве, а вставка у нас, например, 300 букв. Тогда действительно мы дочитаем с вами сюда, дочитаем сюда и, скажем, у нас даже перекрытия нет. У нас есть кусочек, который вообще не перекрывается ни прочтением с этой стороны, ни прочтением с этой стороны. С другой стороны, представим, что та же самая 101 буква у нас для прочтений, а центральный участок у нас 80 букв. Начиная отсюда, 80, 101. Начиная отсюда, 80, 101. Видите, мы прочитали вот здесь и вот здесь адаптеры. И они у нас оказались в нашем секвенсе. Естественно, так как адаптеры будут одинаковые, то они будут мешать нашей сборке. Программа, которую будет собирать, ей придется долго разбираться, как с такими большими, повторяющимися кусками быть. Значит, таким образом мы можем добавить с вами для вычитания поле А участки, они могут мешать. Поле Т участки, если у нас сделано секвенирование без учета цепи. Могут быть некие участки большие с очень маленькой комплексностью. Опять же, тут не совсем понятно. В принципе, транскриптом у нас не должен иметь вот такие повторяющиеся участки, то есть откуда они берутся. Вопрос хороший. И чуть-чуть мы еще с вами должны будем обсудить загадку вот этих вот поле Г участков. Откуда они вдруг начинают браться, их тоже нужно будет удалять. Значит, мы должны с вами удалить из повторяющихся участков наши адаптеры. Если мы использовали какое-то перед этим ПЦР усиление, соответственно, провериться на наличие праймеров и их остатков, также и димеров. Если мы с вами делаем двунетевое, не странный специфик чтения, то поле А, поле Т, если странный специфик только поле А, провериться на вот такие участки. Ну и поле Г. Откуда поле Г взялось и почему оно происходит? Дело в том, что машины предыдущего поколения у Иллюмина имели четыре флуорохрома. Каждый флуорохром под свою букву. И здесь разделение этих флуорохромов. Понятно, что цвета, конечно, не такие, не красный, зеленый, синий. Но, тем не менее, для простоты, в общем-то, понятно. И здесь, если у нас по какой-то причине флуорохром просто не работает или нету в этой точке больше свечения, мы получаем с вами N. Или у нас резко падает качество, и дальше мы просто уже получаем прочтение меньше максимально возможного. Новые машины для упрощения, для увеличения скорости, для простоты работы стали использовать всего два флуорохрома. Красный и условно, опять же, не зеленый, зеленый. И на таком режиме работы для буквы С у нас будет только красный флуорохром, для буквы Т будет только зеленый, для буквы А будет зеленый и красный, а для буквы Г, посмотрите, это отсутствие флуорохрома. Таким образом, вот эта наша буква Г, отсутствие флуорохрома будет получаться как действительно у нас есть буква Г, и также, когда у нас, например, по какой-то причине просто нету в этом участке больше флуоресценции. И понятно, что, возможно, вот такие интересные вещи, когда у нас есть некая последовательность, относящаяся к нашей ржи, все прекрасно. А дальше вот такое вот длинное поле Г хвоста. Понятно, для сборки он будет представлять проблему, его нужно просто отрезать. Еще одна проблема, которую следует упомянуть, если вы делаете транскриптомный анализ при использовании новых машин, новосек 6-тысячный, либо старых машин с так называемой структурированной ячейкой. В чем идея структурированной ячейки, что это такое, для чего это нужно? В начале использовалось для секвенирования обычное стекло, специально покрытое, на которое сажалось небольшое количество ваших нуклеотидов из библиотеки, после чего происходила наработка так называемых кластеров, формирование их. И вы получали на стекле вот такие вот участки, где у вас клонально одна и та же молекула многократно повторена. И вот вся эта плоскость, например, это одна молекула, вся эта плоскость, например, вторая молекула, третья и так далее. И иногда получалось, что эти участки, посмотрите, друг на друга заходили. И тогда программе их сложно разделить, особенно если их совсем много. И вот такие вот слитые участки просто программкой из расчета выбрасывались. То есть мы получали меньшее количество прочтений, плюс какие-то из них хорошо нарабатывались, какие-то хуже нарабатывались. И мы имели вот такую вот проблему. Увеличивать количество циклов для наработки клонов мы не могли, потому что они бы начали сливаться. Ну а если будем уменьшать, у нас что-то будет вот такое большое, а что-то будет вот такое маленькое. Что, конечно же, не очень нам удобно. Как вы наверняка помните из предыдущих, методов секвенирования, то же самое пересеквенирование Roche или секвенирование Antorrent, они используют такие вот микроячеечки. Ну и фирма Illumina подумала, почему мы им такие же микроячеечки не использовать для их прибора и не покрывать только вот эти вот части, собственно реагентом, за счет которого можно пришить сюда олигонуклеотиды, которым вы дальше будете пришивать уже в вашу библиотеку, ну и дальше нарабатывать уже вот эти отдельные кластеры. В чем плюс такого подхода? Если вы будете нарабатывать кластеры, они не смогут на соседние кластеры переброситься, потому что здесь, во-первых, большая достаточно площадь, которую нужно пройти, а во-вторых, например, на этой поверхности нету вот этих вот прикрепленных сюда олигонуклеотидов. И таким образом, если вы в вашу библиотеку поместили на такой чип, дальше вы делаете наработку уже этих клонов, какие-то из них могут не разгораться, какие-то из них могут содержать несколько клонов, и за счет этого вы их можете выбросить из дальнейшего рассмотрения, но зато каждый теперь из них вот в отдельном месте из тех, которые хорошо прошли эту обработку, их можно читать быстро, здорово, прекрасно. Однако, как оказалось, есть одна интересная особенность. На таких ячейках получается большее количество дуплицируемых фрагментов, чем на обычных чипах. Опять же, с чем это связано, отсылаю к вот этой вот онлайн-статье, почитать можно будет, но как данность на вот этих ячейках возможно, что количество дупликатов у вас будет выше. Чем это еще плохо? Если я буду делать количественно, например, работу с экспрессией, то некоторые из интересующих вас участков вашего целевого транскрипта, который, скажем, должен быть больше или меньше в каких-то элементальных воздействиях, может оказаться больше или меньше за счет именно вот этого вот неприятного момента. Ну и, конечно, сравнивать между собой нужно данные, полученные на одинаковых машинах, на одинаковых чипах. Более подробно о подводных камнях при анализе экспрессии мы поговорим через один семинар. Таким образом, еще одна проблема, которая может у нас быть, ее нужно будет учитывать. Хорошо, мы с вами запустили наш FastQC, мы оценили, какие у нас есть проблемы, мы знаем, например, что нам нужно отрезать какую-то часть наших прочтений, и есть много программ, которые это делают. FastP, Trimomatic, на самом деле можно перечислять много-много-много программ, которые могут это сделать. Я остановюсь на классической программке, Trimomatic, она написана на Яве, она многопоточная, то есть делает быстро, может работать то, что удобно, с заархивированными прочтениями, вам не нужно разархивировать их изначально, и она умеет очень много. Во-первых, мы можем сказать ей, чтобы она удаляла у нас наши адаптеры, поле последовательности и так далее. Можем указать файл, в данном случае вот такой файл, Trusec.3.pe, у меня он немножечко изменен, в него добавлено много чего, здесь он приведен. И можем задать параметры, которые указывают, как нам искать, насколько точным должно быть совпадение для того, чтобы это прочтение было усечено или вообще выброшено в дальнейшем из работы при фильтрации. После этого мы хотим отфильтровать наше прочтение по качеству. Мы будем использовать так называемое скользящее окно. Что такое скользящее окно? Предположим, у нас есть длинная последовательность. И вы можете взять среднее качество, оно окажется высоким, скажем, 38. С другой стороны, у вас могут оказаться какие-то куски, где качество очень плохое, а центральная часть качества, например, очень хорошая, но среднее качество будет весьма прилично. Вот такое скользящее окно, оно выделяет определенного размера кусочек, определенное количество букв, которое вы укажете, и проверяет, какое качество именно на этом участке. Если оно больше или меньше какого-то значения, оно его либо сохраняет, либо отбрасывает. Если это находится на концах, это может быть, соответственно, сделан тримминг, обрезка. Если это посередине, в принципе, можно тогда прочтение, где качество меньше определенного, убрать. Более того, на концах обычно качество у нас хуже, и мы можем указать это, говоря о том, какое качество мы хотим на переднем и заднем конце иметь. Понятно, что после такой обрезки у нас могут оказаться мелкие участки. Можем сказать, что мы хотим, чтобы все, например, участки меньше 90, которые у нас получились, тоже не брались в дальнейшем после фильтрации в полученный набор данных, в полученную фастку. Среднее качество, которое должно быть, чтобы пройти фильтр. И в некоторых случаях нам может захотеться жестко обрезать наше прочтение. Помните первый набор данных с человеком, где со 135-го цикла начиналась проблема с одной из букв, и если бы мы работали с ним, мы могли бы здесь указать такой размер. Для транскриптома у нас было секвенировано 100 букв, поэтому кроп здесь, в принципе, можно было не указывать. Ну, я указал больше, чем то, что у нас есть. 101, поэтому обрезать не будет. И в дальнейшем во всех листингах программ или команд я буду придерживаться следующего обозначения. Желтым будет то, что вам нужно будет поменять самим обязательно. Зеленым цветом опции, на которых он будет остановиться, в данном случае, например, это парное прочтение. И серым будет то, что относится к вашей машине, где лежит файл, какое количество ядер процессора использовать, память и так далее. Предположим, что мы сделали вот такую первичную обрезку, первичную оценку качества, и мы обнаружили, что у нас есть контаминация. Или мы хотим, на самом деле, найти, какая контаминация у нас может быть в нашем образце, чтобы либо ее обрезать, либо, в принципе, знать просто, что искать. Поэтому поговорим сейчас о программах, которые позволяют нам, во-первых, посмотреть, какое количество прочтений относится к определенным заранее указанным видам. Мы поговорим о программе, которая позволяет вам вначале найти, какие виды, в принципе, можно искать. А программа, которая позволяет теперь сделать фильтрацию чтений, чтобы можно было убрать те чтения, которые относятся к контаминирующим видам. Ну и понятно, после всего этого дела мы должны опять проверить качество, что у нас осталось на выходе, какое количество прочтений, какого качества прочтений у нас остались. Прежде чем мы перейдем уже непосредственно к самой сборке. Для нашей РЖИ контаминации было по количеству много, по количеству видов. По количеству прочтений это было несколько процентов, порядка трех процентов, то есть, в принципе, не страшно абсолютно. Но тут возникает, конечно, еще интересный вариант, потому что получается, что те данные, которые мы, по идее, должны были бы выкинуть, которые мы не можем использовать для сборки нашего транскриптома, могут говорить о том, в каких условиях росло растение, какие вредители были и о многом другом. То есть, в принципе, наверное, эти данные не стоит выкидывать. Здесь приведена небольшая часть того, что было найдено в этом транскриптоме. И давайте посмотрим, как мы можем теперь с этим работать. По идее, те, кто хорошо умеют пользоваться Бластом или Даймондом, наверняка знают, как работать с таксономией. Ну, а для удобства работы я бы рекомендовал вот такую программку. Она на самом деле сделана для деконтаминации прочтений или уже, если есть собранная фаста вашего транскриптома, документаминации транскриптома. А чем она удобна? На выходе она выдает вам вот такой файл, пример его здесь приведен, где у вас есть, либо если у вас фаста уже собранная, то номер транскрипта, если не собран номер прочтения. И самое главное, вот эта вот строчка, где, как вы видите, до вида в некоторых случаях есть полное описание, что здесь есть. Понятно, что так как рожь нормальная, опять же, не отаннотирована, не отсеквенирована полностью, то мы ее здесь не найдем, но мы здесь видим много близких видов. Первым можем сказать, что все, что у нас к надольному относится, через фильтр проходит, нас, в общем-то, не очень интересует, но с другой стороны, посмотрите, грибы, или, если посмотреть дальше, там можно найти, ну, на самом деле, много чего на предыдущей картинке я как раз показывал. Таким образом, такие данные уже полезны, но с ними неудобно работать. Что я предлагаю? Я предлагаю к этой программке использовать вот такой коротенький-коротенький однострочник. Дело в том, что файл, который она выдает, можем теперь преобразовать в файл, где у нас будет отсортировано по количеству прочтений видовой состав. Как это можно сделать? Ну, первой командой мы берем этот файл, так, вот он, и перенаправляем его в команду cut, которая вырезает у нас четвертую колонку. Вот она зеленым здесь отмечена. После этого мы сортируем эти колонки буквенно, потому что здесь будет разное царство на царство и так далее. Дальше мы удаляем вот эту часть, которая нам не нужна, но биота, поскольку она нам в принципе не нужна никаким образом, она будет только мешать. И в некоторых случаях, когда программа не может определить, к какому виду это относится, там будет просто вот такое подчеркивание, точка с запятой. Нам бы их тоже удалить, чтобы они нам не мешали, но на их месте у нас останутся пустые строки. Поэтому следующая команда, grep. она нам оставит все, кроме пустых строк. Теперь у нас с вами осталось только то, что отмечено зеленым, с удаленным вот этим но биота, где не присутствует прочтение, которое не удалось отнести никакому виду. И мы можем теперь их просто подсчитать. Команда unique может быть использована. У нас уже отсортированы наши последовательности, поэтому сортировка перед ней обязательно уже может не проводиться. И ключ этой команды минус c означает, что она при выделении каждой уникальной последовательности укажет нам количество, сколько таких последовательностей было удалено, чтобы осталась одна уникальная. Понятно, что после этого у нас они будут разбиты совершенно по-разному, и мы их опять можем ассортировать, задав ключик rn. Это означает, что сортировать в обратном порядке от большим к меньшим и в числовом варианте. Потому что в численном варианте у нас будет 1, 10, 100, а потом будет 2, 20, 200, что нам не очень подходит. Ну и перенаправление полученных уже сортированных данных в файл, пускай он будет называться Results.txt. И файл, который мы получаем, вот он, гораздо более уже удобный для работы, где мы можем по количеству прочтений увидеть, что подавляющее большинство прочтений у нас относятся как раз к тому, что близко наши ржи. И это наши целевые прочтения, во всем случае мы на это надеемся. Но есть некоторое количество, меньше процента, вот, например, грибов, которые, в принципе, мы можем либо удалить, но их очень мало, в принципе, можно просто взять их на заметку. Но, по идее, при необходимости, если какая-то контаминация находится в очень большом количестве, ее можно из ваших прочтений удалить. Какая проблема у нас, правда, осталась? Программка, о которой я говорил, вот эта MS, MC, SC, The Contamination, она работает очень медленно. И если мы скормим все 120 миллионов прочтений, даже на очень хорошем компьютере, на хорошем сервере, это займет, скажем так, много дней, что, конечно, не очень удобно. Поэтому мы можем с вами убрать некоторое количество прочтений и я вам дам такой небольшой скриптик, написанный на питоне, который позволяет вам взять какой-то процент от всех ваших прочтений. На вход этой программки вы подаете несколько опций. Вот здесь как раз аргумент V1, 2, 3, 4, 5. Аргумент первый будет для этой программки. Это сколько процентов вы оставляете. Скажем, 0,1. Это будет означать, что 10% прочтений вы хотите оставить. Input 1 – это ваша FastQ, скажем, для левых прочтений. Input 2 – тоже FastQ, для правых прочтений. Так как FastQ файлы изначально ассортированы и соответствуют друг другу, то, читая с каждой построчке, вы будете считать именно пары от ваших прочтений. Ну и дальше еще два параметра к этой программке нам понадобятся. Это файлы, в которые мы хотим теперь это положить. Например, пускай будет фильтр L в FastQ и фильтр R в FastQ. То есть вот, использовав параметры, мы можем теперь получить с вами на выходе два файла, где у нас останется только, например, 10 или 1, или сколько зададите, процентов от всех сырых прочтений, которые у вас были. Значит, как она работает? Она импортирует вот такую удобную библиотечку HTS-SEC. Она на самом деле много чего в себе имеет, и можно ей пользоваться не только для таких простых вещей. Дальше она читает аргументы командной строки, помещая их в соответствующие переменные. Ну и для наших FastQ файлов она сразу же обращается к этой библиотеке, чтобы открыть их уже как именно FastQ файла, чтобы с ними можно было более удобно работать. Дальше у нас цикл, в котором в переменные read1 и read2 у нас помещаются строчки от нашего FastQ файла по одной строчке для одной последовательности с оценкой качества совсем. То есть получается несколько строчек на самом деле файла, но одно прочтение. И мы сравниваем полученное случайное число. Случайное число у нас от 0 до 1, оно отнормированное. И если мы, скажем, задали 0,1, то шанс того, что у нас выпадет меньше, чем 0,1, соответственно 0,1 и будет. Поэтому у нас получилось 10% тогда наших прочтений. Опять же, в среднем понятно, что случайные числа. Но для больших выборок это будет почти то же самое. У нас будут записаны вот эти два файла, которые мы здесь с вами заданы. Ну и в конце мы эти два файла закрываем, чтобы они не аварийно закрылись, а, соответственно, были закрыты правильно. Таким образом, вот эту программку можно использовать для получения небольших субвыборок от ваших FastQ файлов. Ну и следующее, что хочу предложить, небольшой скрипт на баше для того, чтобы можно было сделать набор таких подчтений. Нам это понадобится, когда мы с вами будем рассматривать оценку полноты глубины секвенирования транскрипта. Достаточная она или недостаточная. И эта программка позволяет вам сразу же получить некоторое количество таких уже подвыборок, где вы можете задать, какие подвыборки вам нужны. Вот в этом вот массиве Fractions. На выходе мы получим 10, 20, 30, 40, ну и 95% от нашего исходного набора данных. Эта программка вызывает тот скриптик, который мы уже с вами написали, FractionPy, и подставляет в него необходимые данные в цикле. И в этом же, в этой же директории вы получите, соответственно, ваши уже, вот они, отфракционированные прочтения. Много для чего бывает полезно, ну просто чтобы сами не писать скриптики, я эти, наверное, потом приложу к следующему видео в текстовом виде. Хорошо. Мы получили с вами, скажем, 5% наших сырых ридов. Мы скормили это программке, которая определяет нам видовой состав. Мы получили этот файл, и мы увидели, что у нас есть, например, вот такой вот грипп в большом количестве, который нам хотелось бы удалить. Где взять теперь его геном для того, чтобы можно было сделать вот такую вычитающую фильтрацию. Идем на NCBI. Геном. Вводим его видовое название прямо такое же, как у нас в том файле получилось. И в данном случае вот здесь мы можем скачать его геном в формате фаста, для того, чтобы мы могли дальше его использовать для вычитания из наших данных. Опять же, как всегда, проблема соотношения. Мы можем очень много чего повычитать, но при этом можем повычитать, скорее всего, и какую-то часть наших целевых транскриптов. Поэтому, конечно же, если вы можете получить ваш исходный материал с минимальным загрязнением, это будет очень хорошо. И, в принципе, может быть, даже имеет смысл проверить, сделать две сборки. Одну сборку без вычитания, другую сборку с вычитанием. И посмотреть на качество этих сборок. На следующем семинаре мы более подробно поговорим, как это можно проверять. Потому что в некоторых случаях, если у вас небольшая контоминация и далекими от вашего исходного вида видами, то, в принципе, вы получите просто в вашей уже полученной фаста файле с транскриптами, транскрипты другого вида, который вам будет легче вычесть, чем делать такое вычитание из сырых прочтений. Но, опять же, если виды близкие или если у вас, скажем, контоминация, не знаю, 50%, как в случае с человеком было, то тогда не обойтись без вычитания до сборки. Хорошо, мы получили наш геном. И, в принципе, можем теперь использовать программку FastQScreen, в которую мы можем задать некоторое количество геномов. И эта программка посмотрит, какое количество в процентах наших сырых прочтений укладывается на различные геномы, которые мы ей в конфигурационном файле укажем. Ну, вот, например, рожь, как уже говорил, есть сборка, но не очень хорошая, и близкие к ней виды. Что в этой программке цветами обозначено? Серым – это там, где не нашлось для нашего прочтения место ни на одном из этих геномов. Циановое – это самое интересное. Это когда всего лишь одно место на одном геноме нашлось. Синее – когда много мест на одном геноме. Ну, и оранжевое – если много мест на многих геномах. Ну, и красное – когда видите, практически везде. И здесь сразу же видно, что, несмотря на то, что близкие виды у нас, конечно, в какой-то мере, некоторые, Тритикум и Стилум тот же самый, например, Гелопсис и так далее, очень хорошо, очень близки к нашей ржи. Но, опять же, есть некоторое количество уникальных прочтений, которые могут сказать, что если бы мы, скажем, не знали, что перед нами, что, скорее всего, перед нами рожь, у остальных, как видите, уникальных таких нет. Давайте теперь возьмем вот этот вот NoHits, там, где мы не нашли никаких попаданий на исходное наше однодольное растение. И посмотрим теперь его уже, посмотрите, это, в принципе, проценты. На вот эти наши загрязнители, которые у нас были. Вот наши тля, вот тут есть даже вирус, есть, соответственно, грибы. Ну, и видно, что для некоторых из них, особенно если это близкие виды, только у кого-то из них есть уникальные находки. В других случаях уникальных находок нету, но это, скорее всего, просто, что виды близкие, какая-то часть у них общая. Тут нужно уже аккуратно смотреть, что будет использовать для вычитания. Ну, и, опять же, эта информация сама по себе может быть интересной. Например, так как мы использовали с вами RIBA-, а не обогащение только РНК, который является матричным, как видите, здесь оказалось еще и, на самом деле, два вируса, которые были обнаружены на поверхности наших семян. Таким образом, мы можем оценить, какие из видов действительно у нас присутствуют, посмотрев на то, где попадаются только специфически для этого вида прочтения. Можем оценить, какое количество у нас этой контаминации. Да, если все вот это, вот 100% на этом графике, это 3% исходных прочтений, то вот эти вот 3% от 3%, ну, понятно, совсем немного. В принципе, не сильно нам помешают для нашей работы. Например, нам будет интересно именно экспрессию оценивать, потому что это практически незначимое количество. Ну, опять же, зная это, мы можем это, в принципе, и вычесть. Как работать с программкой FastCowScreen? Ей нужно указать, прежде всего, геномы, которые вы хотите использовать для сравнения с вашими данными, чтобы можно было понять, сколько ваших прочтений там окладывается. Кроме того, программка, на самом деле, это оболочка на Perl, которая работает с программками, которые накладывают последовательности BowTie, BowTie2 и BWA. Ну, мне больше нравится BWA, поэтому я ее использовал. И здесь вы задаете для программки FastCowScreen база данных, название, которое вы хотите видеть в таблице, и путь к каталогу, где у вас для выбранной вами программки, например, для моей BWA, уже создан индекс этого фаста файла. Фаст файл после этого, на самом деле, не особо нужен, ну, вот, индексы здесь лежат. И, в принципе, на этом вся конфигурация этой программки и заканчивается. Другое дело, что нужно скачать достаточно большое количество вот таких геномов. Хорошо, мы с вами теперь разобрались, что нам нужно или не нужно удалять, как это можно будет сделать. Опять же, программ, которые это позволяют сделать много, мне больше нравится BBMAP, или BBMDAC из его состава, которая позволяет, во-первых, удалить прочтения, которые накладываются на информацию, лежащую в этом файле, кантоминансе Fast, на самом деле, их можно через запятую много задавать, можно задавать файлы, пожатые архиватором, ну, мне удобнее было сделать так. Почему эта программка BBMAP удобна и BBMDAC? Дело в том, что она работает, опять же, с графами и разбивает вот на определенное количество графов это, и это очень быстро. То есть она может с очень большими, скажем там, 12 гигабайт сжатой информации на достаточно средненькой машине, единственное, памяти ей, конечно, нужно, 256 гигабайт для этого, за меньше 5 минут все это отфильтровать. То есть очень-очень быстро работает. Путь к программке BBMDAC. Память, которую мы отводим в Яве, на самом деле я бы брал, наверное, размер разрехивированной ваших сырых прочтений, умноженный на 2, чтобы она хорошо сработала. Количество ядер вашего компьютера, который вы отводите под работу этой программки, в некоторых случаях по непонятной причине. В FASTQ файлах, кроме A, T, G и C, может оказаться еще что-то, N, что угодно. А вот это пунктик FixedJunk, вместо того, чтобы создать ошибку и завершить программу, эти буквы просто, если попадается что-то другое, там, не знаю, M откуда-нибудь взялось, она это просто удаляет. Дальше. Удаление последовательности, которые малокомплексны. Помните, я говорил, что иногда оказываются, скажем, триплеты букв, которые повторяются все прочтения. И нам, конечно, не интересно, но, с другой стороны, ни на одну из наших баз они ни в коем образом не наложатся. Это параметры, которые позволяют оценить однородность букв в определенном окне, скажем, 50-буквенном, и при этих параметрах эту последовательность отфильтровать. Дальше мы задали наш файл с контаминирующими последовательностями, чтобы можно было их убрать. Указали размер камеры для создания этой фильтрации. Указали, что мы хотим наши последовательности в том же самом порядке отфильтрованные видеть, как и наша исходная фастку файлы. И здесь задаем парно-концевые прочтения. Соответственно, левое, правое прочтение. На выходе мы получаем с фильтра тоже левое, правое прочтение отфильтрованные. Ну и вот эти вот BED, это тоже левое и правое, это то, что фильтром было отброшено. Иногда бывает интересно их посмотреть. То есть то, что нам потом понадобится для дальнейшей работы, это вот эти вот файлы, которые у нас здесь после фильтра остались. Таким образом, мы с вами смогли рассмотреть первую часть нашего конвейера, а именно подготовку исходных сырых прочтений для того, чтобы могли использовать их для сборки уже программами специальными, о которых мы поговорим на следующем семинаре. Следующий семинар у нас будет посвящен различным программкам для сборки, возможностью теперь уже фильтрации полученной сборки от каких-то нежелательных последовательностей, оценки качества сборки несколькими способами. И на следующей лекции мы дойдем до того, что уже у нас будет с вами очищенный готовый фастфайл, который можно будет использовать для преобразования его в уже вероятные белки или пептиды для дальнейшей работы, для аннотации, для поиска, для группировки по генам и так далее. Сегодняшний семинар у нас с вами завершен. И я благодарю вас за внимание, буду вас ждать на нашем следующем семинаре. До свидания.